С 10-го по 12-го встречника у Могилёвы проходил 5-й юбилейный форум региону Беларуси и России. Об масштабе мероприятия можно мерковать по кольке сегасей. Амали – 2000 человек. Самый активный удел у форума приняла и Воминская область. Еще до официального початка работы форума о комсомольском сквере Могилёва Воминская область открывает свою плясовку. Головная мета – представить годово-экономичный, культурный и туристичный потенциал региона. На площади у Амали – квадратный километр, презентация продукции мясомолочной и хлебной промысловости, солодкая продукция и выступления мастерских коллективов. Область – стендерс информации об санаторно-оздоровленческих установках и маршруте «Золотое кольцо Гомельщины». Проект «100 идей для области и еще икраины» презентуя инфрационную и навыковую деятельность молоди. На пятый форум региону Беларуси и России у Амали в области складаются великие надеи. Российская Федерация заявляется нашим основным партнером. Сегодня на ЯЕ долю пропадает Амаль две трети наших товароборотов. Проведение совместных встреч – еще одна махчимость активизовать сопротивление. У нас в конце каждого августа проходит Сенская ярмарка, где все наши соседи, предприятия из Беларуси представлены очень большим спектром. Мы также участвуем у наших соседей. Это и весна в Гомере, форум экономический в Могилеве. Мы стараемся быть ближе и руководством, и чтобы ближе были наши бизнесные. Перспективы сопротивления обмерковывались и подчас встречи старшине Совета Республики Национального расхода Беларуси Михаила Мясниковича и старшине Совета Федерации Федерального расхода России Валентина Матвиенко с героевниками регионов двух краин. Час меморандумов прошел сегодня необходимые конкретные выники. Уденьки с встречи кажутся об достижениях и огочуете пропоновую по дальнейшим сопротивлению. От реализации программы «Союзный трактор» до распроцовки суместных мероприемств в промеркованных до 70-х годах Великой Перамоги то встреча завершается подписанием погоднениям от Межурадовга по поставках сельско-господаршей продукции в наступном годе до региональных. Сочиня Гомельского оба Валконкаму Владимир Дворник ставить подпись на погоднениях обсупрационисты с Республикой Буратио, так само с Самарской и Кировской областями. Креху поздней ее губернатора значить. Почас подректовки документа разглядели усе махчимые на керунке взаимодействия. Совпадают абсолютные интересы в области цифровизации, в области внедрения телемедицины, с точки зрения экономии средств бюджета, с точки зрения удобства пациентов. Мы регион, который производит, так же, как и Белоруссия, большое количество сельскохозяйственной продукции. Мы одни из лидеров в нашем Приволжском округе по производству молока. Мы уже почти вышли на цифру миллион тонн молока, 7600 на средний надой на корову. И я думаю, что и здесь есть большая почва для сотрудничества, поскольку Гомель, промышленный регион, производит много оборудования для перепроработки молока. Поэтому, вы знаете, подписать просто соглашение, давайте будем дружить, так сказать, наверное, это очень неправильно. Поэтому мы долгое время занимались его подготовкой. И я надеюсь, что практические результаты будут видны уже непосредственно в ближайшее время. Ленарное посереджение с уделом керунков Белоруссии и России, ключевое мероприемство пятого форума, размыва об приоритетных на керунках регионального сопрационничества. Сегодня в творческой кооперации связаны больше 8 тысяч предприемцев у двух краин. И вельми часто эти советы начинаются именно на региональном узровне. Именно в регионах наших стран начинается множество производственных технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Практически в каждом белорусском изделии будет аттрактор, большегрузные автомобили, легковой, бытовой прибор. Есть российский компонент. Разум с тем, по словам Александра Лукашенко, у белорусско-российских экономических относинок по-ранейшему застаётся актуальная тема проведения узгодненной политики у промысловости и поглубления кооперации. Одночасово необходимо ликвидовать любые обмежевания во взаимном ганде и забеспечить ровные умовы для субъекта господарения. Особливо, это цель за супрационничества у агропромысловом комплексе. За час проведения форум регионов доказал свою эффективность. Это еще одна плясовка для президентов двух краин, керунков регионов и представников бизнеса для меркования ключевых пытаний у междержавных относин. Что ценно? Дискуссии между участниками форума носят заинтересованный предметный характер. Вот сейчас только коллеги выступали, говорили о совершенно конкретных вещах. С настроем на достижение хороших, конкретных, как в таких случаях говорят, договоренностей по дальнейшему расширению деловых и культурно-гуманитарных контактов между регионами наших государств. Подчеркну, Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией. Стремимся наращивать связи по всем направлениям на принципах добрососедства и, разумеется, взаимной выгоды.